Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в нашей библиотеке проводится культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Акция проходит под девизом «Искусство объединяет». Ведь 4 ноября – День народного единства. Праздник, посвященный единению России в борьбе с иноземными захватчиками. Когда русский народ смог, объединившись, встать на защиту Родины и победить. Наша встреча сегодня посвящена искусству. Мы привыкли к пониманию слова «искусство» как к чему-то высшему, связанному с именем творцов-классиков. Микеланджело, Рублёв, Рембрандт, Суриков, Пушкин и многие другие. Но всё это – лишь часть искусства, пускай и лучшая. Существует и другая её часть. В упрощённом обыденном понимании искусство – это то, что красиво, эстетично, вызывает желание стремиться к прекрасному, самосовершенствовать, проявлять творчество. Музыка – живопись, театр, художественные фотографии и многие другие виды искусства наполняют нашу жизнь духовным смыслом, делают её более богаче, целеустремлённее, содержательнее, талантливой. И особенно это касается тех, кто является не просто созерцателями прекрасного, а сами вовлечены в процесс творения. К нам приходят люди, стремящиеся воплотить в жизнь мечты о реализации своего творческого потенциала. Главные герои нашей встречи в библиотеке – это местные поэты, рукодельницы, народные умельцы. В общем, люди творческие и увлечённые. Кто-то по своему роду занятие, а кто по велению своей души, связанной с культурой и искусством. Книги, которые читаются, имеют настоящее. Книги, которые перечитываются, имеют будущее. Слова Александра Дзюма. Даже в нынешней, современной жизни, компьютерах, ноутбуках и планшетах, нам трудно представить мир, в котором нет книг. Она продолжает играть очень важную роль в жизни каждого человека. Есть книги, написанные давно, и повествуют о другой исторической эпохе. Но со временем они не утратили своих художественных и нравственных качеств. И читать их по-прежнему интересно и нужно. В них наша судьба, судьба нашей страны. В них мы видим жизнь такой, какой она была. Поэтому давайте откроем страницы забытых книг. Пусть вновь оживут любимые сюжеты, герои судьбы. Взрослые смогут окунуться в мир своего детства, а молодежь узнать, какие книги читали их родители, бабушки и дедушки. Листая потрёпанные страницы книги в библиотеке, следует помнить, что в наших руках возможен целый мир впечатлений и переживаний, которые книга сумела вызвать у нескольких поколений людей. Вспомнить её или забыть – выбор за каждым из нас. Пришло время читать забытые книги. Оренбургский писатель Алексей Михайлович Горбачёв. Сельская учительница. Они стояли на берегу реки, Чуть подёрнутой белесым зыбким туманом. Валентина Майорова держала в руках замшевую сумочку, вчера купленную на последнюю студенческую стипендию. А в той сумочке лежал самый важный и самый дорогой сердцу документ – диплом учительницы русского языка и литературы. Игорь Коротков горделиво поглядывал на лацкан пиджака. Здесь сиял новенький институтский значок «Ромбик». Гасли в небе звёзды. В небе было тихо кругом, только слышалось, как шуршала галька и река на перекате, да где-то невдалеке плескалась рыба. Валентина смотрела на дальний, уже хорошо видимый лесок. Небо над ним начинало потихоньку розоветь, как будто кто-то там раздувал костёр. Этот невидимый костёр с каждой секундой разгорался всё ярче и ярче. Его красноватый отблеск тронул зубчатые края высоких облаков, прошил золотыми нитями белёсый речной туман, заплясал в окнах городских строений. «Да посмотри, Игорь, как чудесно!» – воскликнула Валентина. «Миллионы лет встаёт над землёй солнце, и каждый раз оно всходит неповторимо, правда?» «Нет!» – с усмешкой возразил Игорь. «Солнце всегда всходило и всходит одинаково, но люди воспринимают это явление, каждый по-своему». «Неужели ты вот так скучно станешь объяснять восход солнца своим будущим ученикам?» «Во-первых, я не преподаватель астрономии, а во-вторых, но ты и учитель!» – живо перебила она. «А учитель должен быть и астрономом, и художником, и поэтом, чтобы пробуждать в детских душах любовь к прекрасному». «Ведь всё прекрасное», – говорил Пушкин, – «величаво». «Ты посмотри, посмотри на это чудо!» Большое огненно-красное солнце выкатилось из-за кромки леса, и всё вокруг засверкало, заулыбалось, радуясь новому днём. Плетение из фольги – совершенно новый, увлекательный вид рукоделия для детей и взрослых. Изделия из фольги оригинальны, эффектны и прекрасно смотрятся в современных и классических интерьерах. Плести из фольги просто и нравится всем, кто ценит красоту и изящество, любит украшать свой дом, удивлять и радовать своих близких. Такая творческая поделка обязательно привлечёт внимание ваших гостей и станет прекрасным подарком на любой праздник. Из фольги можно сплести фигурки зверей, птиц, насекомых, роскошные цветы, ажурные подсвечники, корзинки, салфетки для стола, словом, всё, что хотите. При небольших затратах на фольгу изделие из неё выглядит дорого и эффектно. Мастером таких работ является Бойцева Оксана. Нет в мире дома уютнее, чем дом, украшенный вещами, изготовленными собственными руками. Яркие многоцветные полотенца, развешиваемые на стенах, вышитые покрывалы и скатерти создают особую эмоциональную атмосферу. Вышивки украшают концы бытовых полотенец, подзоры покрывал, занавесок и наволочек. Одной из рукодельниц является Калимулина Люция Хозяк-Баровна, жительница села Старосун-Тангулова. Она с детства любила вязать, шить и вышивать. Сколько она связала носочков и тапочек своим детям и внукам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас совершенно изменился наш быт. И дома, и одежда, и вещи. Но традиции своего народа мы бережем. И продолжают люди удивлять своим мастерством, создавая необыкновенно красивые вещи, как, например, котлерова Юля со станции «Филипповка». Мисоядов Григорий Григорьевич был одним из самых самобытных и оригинальных, истинно самобытных русских художников. О том, что это действительно так, свидетельствует тот факт, что написана им картина «Страдная пора. Косцы» написана в 1887 году. На картине изображено поле, где в летнюю пору крестьяне косит рожь. На заднем плане изображено голубое небо, отчасти покрытое облаками. Вся картина словно пропитана умиротворением и жарким солнцем. Красота труда крестьянского коллектива словно сливается с красотой природы. Они как бы являются отражением друг друга. Картина представляет собой отражение крестьянского быта, объединяющего все поколения в единый рабочий коллектив. На переднем плане мы видим старика, далее широкоплечего крестьянина в белой рубахе, потом молодого кудрявого юношу, который пока еще с трудом справляется с такой работой, как покос ржи. Но тем не менее он старается, занимается тем, что собирает скошенную рожь и вяжет из нее снопы. Вся картина проникнута любовью и уважением к крестьянскому труду, который являлся основой жизни Российской империи. Величие и светлая красота крестьянского подвига вот то, что хотел рассказать нам Григорий Мясоедов посредством своего полотна. Картина «Золотая осень» была написана Поленовым в 1893 году, через три года после того, как он поселился в усадьбе Барок, расположенной на икеу деревни Бехова. На картине изображен вид на оку в сентябре, в сторону очковых гор. Многие деревья покрыты желтой осенней листвой. Вдали в правой части полотна видна белая церковь с колокольней. Для организации пространственной композиции Поленов использовал дугу, соответствующую изгибу реки. В «Золотой осенью» художник как бы выплатил свою мечту о высоком искусстве, очищенном от всего прозаического, будничного, о величавых образах искусства, возвышающих душу. Замерла умиротворена торжественная природа с ее изумительно чистыми красками ранней осени, с мягко пожелтевшей зелени лугов и золотом деревьев, прозрачной голубизной реки и нежными красками неба. От серы зеленого и голубого к палево-желтым и розовым тонам. Пейзаж дан в широком панорамном развороте, но открывается не сразу. У него свои затейливые ритмические ходы. Зритель легко входит в него слева и оказывается в замкнутом пространстве. Дорожка легко выводит его в глубину картины, он мысленно огибает речку и поднимается по плавным текучим линиям холмов до горизонта, обозначенного белой церковкой с колоколинкой. Отсюда открываются завораживающие своей красотой дали. Небо низко опускается к земле, и линия горизонта очерчена так мягко, что непонятно, небо ли является продолжением земли, или земля есть продолжение неба. Беспредельность мира, где эта прекрасная, уютно обжитая земля, церковка является точкой отсчета. Вот основа для того созерцательного настроения, которое вызывает поленовский пейзаж. Так искусствовец Элеонора Пастон писала в своей книге о творчестве Василия. Еще в глубокой древности Иппократ сказал, «Жизнь коротка, искусство вечно, и не ошибся, ведь многоликое искусство сопровождает нас всю жизнь, делая ее яркой и насыщенной, оставляя свои плоды на века». На этом наше мероприятие подошло к концу. До следующих встреч!